Всем доброго дня! С вами Академия трейдинга и инвестиций и меня зовут Нагавик Никита. Итак, дорогие друзья, для начала давайте рассмотрим такой инструмент, как доллар-японская иена, о котором мы говорили еще в четверг. Я давал идею, то есть на покупку, так и на продажу все зависело именно от закрытия американской сессии. И что у нас произошло, если мы включим разделители периодов, то уровень 112.575, который у нас был определяющим, нам нужно было что дождаться закрытия именно американской сессии выше этого уровня. И в таком случае мы сами могли бы рассмотреть покупки. Но ни в четверг, то есть ни в пятницу закрытия выше не было. Вот свеча, которая была открыта в 10 часов вечера, то есть закрылась она в 11, как раз когда и закрылся американский рынок, не преодолела этот уровень. Соответственно, да, тут два пункта совсем не дошли, но сигнал неявный. То есть я не рекомендовал бы здесь открывать покупки. И все-таки рекомендую дождаться именно расторговки, как сегодня день завершится. Если мы будем обновлять уровень 112.880, в таком случае высока вероятность именно движения к 113.407, но опять-таки нет возможности сейчас получить более выгодных цен и ситуация, скажем так, двоякая. Поэтому лучше здесь подождать и уже мы обязательно вернемся к этому инструменту, будем рассматривать уже наши дальнейшие действия. На сегодня наиболее интересным инструментом для меня лично является британский фунт. Начнем с того, что на прошлой неделе Тереза Мэй заявила, что Британия и Евросоюз зашли в тупик по переговорам. Также сказала, что отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Это, конечно же, плохие новости для фунта. Основной причиной является именно вопрос экономических отношений после выхода Британии из Евросоюза и также о таможенных проверках на ирландской границе. То есть никакого позитива пока нет. Все экономические релизы, которые были на прошлой неделе, можно сказать, буквально были съедены за счет этих новостей после заявления Терезы Мэй на телеканале BBC. На этой неделе не ожидается также никаких экономических важных показателей, за исключением того, что в четверг будет выступать глава Банка Англии Марк Карни в 5 часов вечера и в пятницу будут данные по ВВП в 11.30. До этого времени целесообразно говорить о наиболее вероятном снижении британской валюты. Для этого я предлагаю вам рассмотреть два инструмента. Евро-британский фунт рассматривать уже не стоит. То есть я торговал его в моменте именно на заявлении Терезы Мэй. У нас было нарушение маржинальной зоны, то есть в обратную сторону уровень 0,39311. И как только Тереза начала вещать, то сразу стало понятно, что ни о каком позитиве речи не будет. То есть здесь у нас эпидемиальная структура, она уже практически считается отработанной и запас хода уже не такой большой. Поэтому инструмент сейчас не такой интересный, как, например, фунт японская иена. У нас также, если посмотреть по разделителям, у нас пятничное движение съело, можно сказать, 3 дня. То есть поглотило предыдущих 3 дня. И все говорит о наиболее вероятном дальнейшем снижении. То есть у нас была преодолена зона, маржинальная зона игроков с плечом 1 к 2. Бум. Америка закрылась ниже этого уровня. И сегодня нам что нужно было дождаться? Нужно было дождаться откат к зоне игроков, у которых плечо составляет 1 к 4. То есть этот уровень находится не выше 148,036. Я зашел немного раньше, то есть я думал, что разворот будет чуть быстрее. Но, тем не менее, уровень 148,036 является максимальным. То есть мы можем его протестировать, нарисовать, скажем так, вот такую тень и дальше уже пойти вниз. Но если этот уровень все-таки мы преодолеем и мой, скажем так, стоп будет исполнен, то в таком случае, да, пока что ни о каком снижении речи быть не может. Но я вам рекомендую именно на таких сильных новостях, и с учетом того, что мы поглотили 3 предыдущих дня, сейчас корректируемся к зоне стопов, скажем так, игроков с плечом 1 к 4, то именно от этого уровня можно осуществлять продажи. То есть уровень 148,036. Тем более, что потенциал у нас является огромным. Следующая маржинальная зона находится на уровне 149,128. То есть потенциал здесь уже составляет 207 пунктов. И следующее, следующее, это уровень 143,994. Также это уже после снижения именно к недельной маржинальной зоне на уровне 145,928, уровень 143,994 будет являться следующей зоной игроков с плечом 1 к 2. Тем более, что этот уровень у нас находится как раз-таки на уровне отработки петельной структуры, которая у нас все-таки осталась и будет отработана. Тем более, что когда у нас происходит такое долгое формирование, то есть первая волна, дальше вторая, третья и четвертая волна, то есть когда у нас происходит настолько долгое формирование четвертой волны, это говорит о том, что снижение, именно исполнение волны номер 5 является наиболее вероятным. То есть в этом случае у нас снижение является наиболее вероятным. Поэтому у нас есть здесь несколько сигналов. Я лично буду добавлять еще объемов в сделку, как только цена вернется к моей точке открытия 147,569. И таким образом я рекомендую часть опять-таки закрывать на уровне 145,928, остальную часть переводить без убыток и работать до 143,994. Стоп, соответственно, рекомендую размещать за уровень 148,330. Лично я ориентировался именно до цели первой 145,928. Это соотношение, если здесь 163 пункта, здесь 72, то есть это практически 1 к 2,5. Соответственно, если вы будете продавать от 148 на 36, ваш стоп может быть и больше, если потенциал у нас с вами составляет порядка 210 пунктов, то примерно за 1,4 на уровне 50 пунктов, то есть где-то вот так, 148,52, это будет актуально разместить именно там стоп. То же самое фунт швейцарский франк. Здесь потенциал чуть меньше, более краткосрочная идея, но тем не менее то же самое. Здесь уже мы достигли зоны, именно маржинальная зона игроков с плечом 1 к 4, и прямо с этих позиций можно осуществлять продажи. У нас, возможно, также будет тест этой зоны еще где-то на 20 пунктов, но тем не менее цель 1,24,544. Стоп находится на уровне 1,26275, и соотношение у нас таким образом получается 40 к 130, то есть порядка 1 к 3. Но опять-таки я выбрал именно фунт с йеной, потому что потенциал хода здесь гораздо больше, то есть этот инструмент для меня более интересен. Решать, конечно же, вам. На сегодня у меня все. Друзья, большое спасибо за внимание. Всем желаю больших профитов, и до встречи в следующем обзоре. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok